ребята сегодня у нас серия номер два нашей коллаборации с замечательными ребятами из ketogenic diet с которыми позавчера у нас был часовой лайф на их канале на их профиле в инстаграме как всегда все ссылки на них вы можете найти под видео в описании это серия часть номер два в которой мы продолжаем отвечать на вопросы елены и валерия я отвечаю на вопросы елены и валерия и естественно на вопросы вас ребята те кто участвовал в лайве те кто задавал очень интересные замечательные вопросы всем огромное спасибо и вам приятного просмотра следующий вопрос продолжение имеет ли значение когда первый раз есть еду то есть там вот предполагаю что может быть после 14 вернее 16 часов когда там гормон роста может быть будет меньше вот я просто не совсем быстро записываю вопросы я усвоил принципиально ли время первого приема да вот это важнее вопрос который это знаете как вот люди которые опять же хотят расстаться с чем-то что им дорого это еда можно я с утра нажрусь а потом целый день буду ходить на нет и все будет класс и не буду чувствовать голода почему с утра именно нельзя есть а нужно есть хотя бы полдень это в моем видении вопроса это мертвый 0 от которого начинается старт 14 лучше 16 паза 16 это но мы засыпаем вырабатывается гормон роста соматотропин соматотропный гормон роста гипоталамусом гипофизом он находится в крови при просыпании утром на отметке например 30 единиц при условии что база это там две-три единицы да когда мы поедим и чем больше вы будете носить его высокий тем лучше первый прием пищи его сразу понижать и когда люди говорят а можно мы приедем 10 в 11 утра лучше вы пойдите в 10 11 вечер и это максимальный выход так сказать на обратном конце мобилизация жировых депо максимально в этой ситуации на высоком своем андрогенном уровне соматотропного гормона роста и мы привязаны к этой пище после опять же кетоадаптации следующий вопрос вытекающий как же съесть все калории за один раз расскажи нам всем я с радостью поделюсь настоящий момент я вешу 107 килограмм за последние восемь месяцев я сбросил порядка 30 килограмм сейчас при весе 107 килограмм и 3 зверских силовых тренировках в неделю кто сомневается в их зверскости тоже может посмотреть у нас на youtube канале мой мой суточный калораж всего 1700 калорий поверьте это всего лишь одна тарелка еды я готовлю могу подтвердить и проглотить ее за один прием не составляет никаких проблем но один момент давайте уточним да ты же пришел к этому не сразу да то есть почему ошибка да вот ошибка всех практикующих как раз не пытающийся практиковать кето и интервальное голодание что они хотят уже с первой недели съесть самую огромную порцию еще будучи ну как бы не допишите определенных своих результатов похудения нет нет ребят в этом же вся прелесть того процесса за который вы беретесь вы проводите эксперимент над собой и именно научными методиками вы должны руководствоваться вы внесли какое-то изменение неважно что это сократили калорийность изменили пропорции белков и жиров изменили расписание приемов пищи так дайте этому изменению оказать свое воздействие на ваш организм и проследите за этом сделайте хотя бы двухнедельную паузу потом посмотрите к чему это привело и сделайте вывод и так маленькими шажочками вперед согласен Алексей абсолютно согласен и почему-то у людей ощущение что 1700 калорий это прям мешок овса который нужно засандали в себя вот всеми силами 1700 калорий кето еды это же в основном 75 процентов жиры абсолютно 1 грамм 9 калорий ребята 100 грамм долбаных орехов это 600 калорий вы съедаете пачку кишью 1200 калорий остается 100 грамм сыра ё-моё съели все и и это как бы вот здесь горсть и здесь горсть вопрос закрыт когда конечно мы говорим например классических схемах калорийного дефицита и когда девочка сидит и плачет над салатом из я не знаю почему я так ненавижу брокколи я не ненавижу брокколи просто история с брокколи и всеми низкокалорийными овощами то стоит вот там реально долбаная миска на тысячу калорий и ты как бы один раз реально вот поэтому она должна добавлять жирные источники я например салат делаю стараюсь добавлять и сыры и какие-то может быть орехи туда брынза прекрасно маслом заправленная авокадо супер у тебя салат 750 там 800 калорий а иногда я делаю салат овощи орехи сыр сделал куриный стейк порезал мелко и туда я уже захотела его салаты на 1200 получается дальше ты закусил опять же в моей истории закусил там количество фруктов и все поэтому все зависит от качества этой еды да вот у нас интересное кстати до этого пока мы заболтали еще минут 15 назад разразился диалог у нас тут в чате ребята начали обсуждать про в частности метаболизм существует ли такое понятие можно ли его раскрутить закрутить подкрутить или сломать или сломать да мама я сломала метаболизм давайте обсудим однозначно мы можем угробить свой метаболизм создавая условия слишком большого дефицита и в условиях слишком большого дефицита человек который резко нужно за 70 дней или там или за 30 дней к пляжному сезону срочно похудеть то что нажиралась на последние 5-10 лет вот эта история резко срочно огромный дефицит метаболизм это что такое метаболизм это базовый расход калорий который человек расходует если он проснется будет лежать на диване вот человек делает дефицит две с половиной тысячи калорий жестко недоедаем и организм это воспринимает как фахля холод все мы умираем и естественно нормальная реакция любого живого существа организм это эволюционно подготовленный и логический инструмент для выживания и когда он видит что мы сейчас на хрен сдохнем потому что у нас калорий практически не поступает зима все ничего не растет лучше он же не понимаешь ты можешь выйти в супермаркет кросса и ты это делаешь чтобы похудеть как бы да и жира как бы избавиться не слышит он начинает понижать метаболизм это естественная реакция чтобы израсходовать как можно меньше жира и как можно дольше прожить в этой темной пещере пока не наступит весна и здесь очень важно принцип определяет властвую до знать оптимальное количество дефицита которые нужно создать чтобы не сделать панику у организма не ввести его состояние жесткого стресса и недоедания а оптимально я считаю если базовый метаболизм 1500 человек должен съедать 1250 остальной расход из спорта из активности и она например пробежала или он позанимался опять же тренировки с железом не дают большого расхода да дают большой расход и активность абсолютно смотрите да еще какой важный момент хорошо бы ввести некий показатель на основании которого вы сможете делать выводы о правильности или неправильности например стандартная физическая нагрузка вы бежите километр за определенное время это ваш хороший показатель дальше после определенных манипуляций с с вашим питанием у вас ухудшаются скоростно-силовые показатели выносливость и так далее то есть это очень хороший индикатор того что вы совершаете ошибки и организм естественно снижает свои ваша опорно-двигательная система уже не так не так эффективно стоит задуматься например да вот у меня три силовые тренировки в неделю я делаю стандартные базовые движения со стандартным количеством повторений и отслеживаю рабочие веса если мои рабочие веса снижаются это более чем ясный сигнал что я что-то делаю неправильно то есть мне ведь нужно сохранить мышечную ткань и ее силовые показатели да соответственно для меня это очень важный индикатор и он для меня работает опять же вытекающая краеугольная тема считать калории или нет потому что сейчас уже начали здесь говорить о том что есть как вода кита есть лчф и те кто как бы на лчф они стараются не считать калорий у нас уже началась такая небольшая баталью тут в чатике в нашем вот скажи ты за или против считать калорий я считаю нужно на первых порах научиться понимать на взгляд сколько ты съедаешь я сталкиваюсь на регулярных основаниях я говорю съешь пожалуйста например 500 калорий из говядины и меня задают вопрос а что такое 500 калорий из говядины и на что я предлагаю ребятам заглянуть например на какой-нибудь счетчик калорий калоризатору не важно куда угодно и любой человек не ест всех всех продуктов на свете у нас например там 20-30 продуктов присутствует на регулярных основаниях наши дети вот идешь ты смотришь 100 грамм говядины жирной 270 100 грамм куриной грудки 115 жареные 120 вареные там 110 и ты как обезьяна смотришь в эту программу первые две недели кто-то запоминаешь ты понимаешь что вот это вот примерно столько-то это примерно столько-то и тебе нужно примерно иметь в голове у себя понятие что ты даешь небольшой дефицит и расход спортом потому что когда ты бегаешь весами приходишь в кафе и вот это вот а сколько мне тут положили курочки нужно взвесить потому что же у меня 12 разовое питание в день и по граммам нужно понимать где я нахожусь вот это маразм относящийся к вопросу точно так же как вот мы резко начнем заниматься скотом и резко сорвемся нельзя жить на весах нужно примерно представлять где мы находимся у нас тут такая байкерша проехала мимо извините извините а вот такие вопрос тогда уже следующее у нас уже кроме еды уже такой более серьезный как на то есть к аутофаге молодеете ли вы чувствуете ли вы эти процессы когда вы вы аутофаг аутофаг вы меня оскорбляете аутофаг ли вы итак вы знаете я на данный момент сколько мне лет мне 31 да тебе 15 ладно уж тебе выглядишь на 15 тебе алкоголь то продают я могу сказать с уверенностью что последние четыре года три года активной практики и интервального голодания даже несмотря на то что спорт был всегда но именно манипуляции с питанием приводят к фантастическим изменениям внешним даже да я всегда пытаюсь людям дать пример откройте фотографию своих одноклассников сейчас посмотрите на ваш выпускной класс а такой бац и весь класс на кето и на интервале которые красавцы молодцы девчонки есть просто персик умницы просто красавицы а есть это есть горе ты смотришь и ты говоришь женщина вам уступить место в трамвае потому что люди убивают себя отсутствием культуры питания и полного отсутствия спорта и нам по 30 31 год и они выглядят 40 45 плюс и с ожирением это это беда однозначно эффекты я вижу сравнение на опять же на себе если я сравниваю но если мы не какие-то одноклассники смотрят ребята вы знаете если вы выглядите хорошо если вы к сожалению выглядите плохо задумайтесь об этом так следующее кстати нас тут еще был вопрос опять же это мы когда болтали про тему как раз что-нибудь типа перекуса если жуткий голод нас застанет и в частности озвучили протеин тему протеина начали нас там берет обсуждать о том что протеин портит почки портит ли протеин почки если портит то как и в каком количестве смотрите у нас есть тема белка приоткрыта очень хорошо у нас есть две школы да одна вот то к чему пришел я через годы когда я потребляю весь свой белок из здоровых чистых продуктов и не ухватает для поддержания мысль и прогресса силовых почки начинают отпадать тогда когда мы годах принимаем три четыре два грамма белка на килограмм и такие такие есть такие есть персонаж профессиональные атлеты то есть вот он обдолбался гормонами естественно когда у тебя гормональный фон выше 26 раз чем у натурального спортсмена атлета тебе нужно как-то на синтез белка поддерживать а синтез белка который стимулируется свободным тестостероном естественно подкрепляется приемом протеина потому что надо блин чего-то строить и когда мы на организм который опять же эволюционно может переварить но один грамм белка на килограмм массы тела в течение там пяти лет десяти лет и не имеет посредствий когда мы начинаем впихивать в него переработанный быстрый протеин тогда точки отпадать часто встречаются господи и на дочке кажется было видео о бодибилдерах у которых и раковые опухоли почек и просто они отключаются боже да сержио либо кажется известнейший этот не буду ребята сказать точно один вот тоже чернокожий огромный парень известнейший олимпиец умер от того что почки отключаются и так можно список продолжать сейчас вы видите как они сыпятся один за одним блин потому что организм не предназначен для тотального переедания белков но здесь смотрите да говоря о протеине порошком как добавки нельзя не говорить о норме белка а норма потребления белка я сейчас да мне идет процесс снижения веса и он будет продолжаться до конца сентября после чего я начну там набор мышечной массы вы не поверите я сейчас принимаю 0,8 грамма белка на килограмм веса и все когда начнется масса наборный период этот показатель вырастет но может быть до грамма грамма запятая 2 это максимум это очень высокий так вот если же я в этих рамках то я могу закрыть свою потребность протеине из самых обычных продуктов порошковый же протеин до рассматриваете его как вот как пожарный стоп кран или что-то в этом роде но это не тот продукт который должен быть на постоянной основе в вашем рационе это абсолютно мало быстрый сывороточный протеин до своей структуре ни грамма клетчатки будучи переваренным организмом особенно на голодный желудок за 5-10 минут повышает уровень инсулина точно также на анализах уровня инсулина через прибор которым диабетики меряют то что я вижу человек если он съест пачку из 10 таблеток глюкозы из аптеки чистейший сахар вот с точно такой же скоростью на голодный желудок повышает уровень инсулина и сахара в крови чистый протеин потому что нет структуры потому что абсолютно переработанный чистейший белок никоим образом нам не подходит натуральным атлетам инсулиновые пики и у нас получается гипогликемия нет еды в организме сахар упал инсулин есть все руки трясутся и пошло открываем холодильник закрываем холодильник и каждый раз когда ты даст гипогликемия с низким сахаром высоким инсулином накрываешь холодильник каждые 5-10 минут каждый раз стандарты падают и уже хрен с ним через два часа пошла это старая салями и вот этот засохший хлеб это все уже когда стандарты падают и главное не делать пики и всплески инсулина и сахара что там следующее а следующее у нас как бы ребята тут в общем то неплохо болтают сами собой вот так организм и иногда можно мне кажется просто сидеть молчать они тут сами друг друга отвечают вопросы молодцы вот давайте господи сколько время уже знаете нам осталось еще 12 минут и нас прикроет инстаграм мы молодцы кстати так интересно вот очень интересный аспект до относительно чистого белка если в рамках одного приема пищи у вас только белок да безусловно эта ошибка самым грамотным подходом будет каждый прием пищи составлять в тех же пропорциях в которых составлен ваш суточный рацион это это очень важно таким образом вы избежите всплесков инсулина принимая там чистый белок это большая ошибка то есть каждый белок всегда должен быть уравновешен здоровым жиром это очень важно так у нас тут просто ребята опять спрашивали длительный дефицит калорий к чему приведет если постоянно не доедать но с этим бывает такая штука как раз кто не считает калории но кто очень так дружественно со своим аппетитом бывает что ориентируется на аппетит съели за один раз например всего лишь 800 калорий и в принципе больше чувства голода нет и до следующего дня в принципе могут жить что делать в таком случае вы знаете у нас у всех с вами есть да вот вот вопросы которые явно ошибочные да вот люди пишут и вот ты смотришь и хочется взять и сказать оснись что ты делаешь зачем это все нужно есть по аппетиту естественно нельзя понимать где ты находишься по калориям естественно нужно со временем затяжной дефицит смотря какой дефицит если это адекватный минус 500 750 будет проходить такой дефицит хорошо я приветствую 234 5 6 зависимости от того месяцев сколько у вас жира если жира у человека лишних 30 килограмм вы представьте каждый килограмм жира это 9000 калорий сколько он может прожить на своем саль и опять же маленький дефицит во времени закрепленный приведет к тому что и силовые падать не будут а если у них опыт и генетических предел не реализованы хотя бы даже до половины они прогрессировать и в процессе если мы вот прям закрепим например дефицит 500 калорий похудеет на 15 20 35 5 килограмм и когда его интейк до калорийный сравняется с его базой он уравновесится и будет стоять на месте вот к чему приведет затяжной контролируемый дефицит а если мы говорим о затяжном драматическом дефиците то естественно вы превратитесь зомби естественно силовые все просто вот вам вот вам и сигнал для того чтобы сделать выводы правильно ли вы поступаете ваши ошибки ваш организм сигнализирует о ваших ошибках сразу же именно так и дальше мы имеем картину которую многие ребята говорят вот я в дефиците я ем 500 калорий посмотрела на фотографию капусты зашла посмотрела через витрину на пончики все я сегодня уже нет я не худею что делать и вот это первый показатель того что ей нужно свой метаболизм мы с вами не оговорили вопросы раскручивать восстанавливать метаболизм как на вот здесь восстановление метаболизма это есть процесс лечения который вернет до базовый расход на какой-то адекватный уровень после чего снова можно худеть а восстановление лечение своего метаболизма проводится только избытком калорийным там месяц полтора чтобы организм отошел от стресса чтобы организм понял что молод закончился можно снова восстановить свои энергетические уровни обмена веществ и когда вы восстановите и силовые и ощущение живости вот появляется тогда уже можно снова говорить о каком-то возврате в дефицит но контролируем об этом да абсолютно верно смотрите ребята да чтобы извлечь максимальную пользу из наших совместных с алексеем посиделок первое после этого эфира и мы и он сделаем посты на своих инстаграмах пожалуйста пишите какую тему вам было бы интереснее затронуть в нашей следующей беседе потому что судя по жиотажу вторая беседа как минимум имеет смысл вот это очень важно сделать а сейчас еще важно секундочку ой да извините очень важно кстати да мы все оказываем услуги тут нас уже пошел спор да стоит ли трогать это просто потому что мы не будем еще строгать но допустим я уверена что каждый из тех кому интересно кому нужна помощь поддержка вот мы все здесь втроем наши все контакты будут мы отдельно даже сделаем потом как раз посты с контактами алексея а мы еще сделаем мы еще потом на ютубе все это сделаем зальем это для тех туда пропустил или не успел вы получите свое видео она будет на наших youtube каналах мы там час подарок подработаем сделаем за пересылки и так далее и действительно да мы немножко на этом зарабатываем но ребята мы всегда с вами мы стараемся и даем вам очень много интересного и полезного это было не реклама нет итак сейчас вопрос алексею если цель стоит снизить жировую прослойку и мы попробуем оценить эффективность двух вещей первое это строжайшее соблюдение расписанных калорий белков жиров углеводов то есть следование своему рациону а на вторую чашу весов как бы по-дурацки это не звучало мы положим интервальное голодание так что в данном случае перевесит по эффективности на чем быстрее качественнее можно похудеть вы знаете я делал классическую сушку течение моей карьеры и как атлета и у моих учеников по разным разными вариантами поговорим обо мне вот например когда последнюю сушку которую я проходил не на пг она была четыре года назад я делал классический баланс между белками жирами углеводами 5 6 разовое питание дефицит и готовился к пляжному сезону как все готовятся к пляжному сезону приводя себя из состояния поросенка в 94 пытался где-то сбросить получилось минус 14 килограмм это было как тяжело это процесс который ты просто ждешь когда он блин закончится когда уже это вся история с дефицитом с подсчетом это было мне очень тяжело человеку который живет спортом и на против когда я сейчас практикурую пг разных вариантов да вообще вот так легко находиться в дефиците легко находиться в избытке я не могу сказать что я готовлю себя к пляжному у меня постоянно пляжный сезон и вот это большой плюс того что ты не превращаешься в поросенка на жесточайшем наборе плюс 25 потом тебе их нужно куда-то деть и слить и этот процесс один за другим должен следовать это тяжело поэтому для меня лично периодическое голодание на базе кета либо палео это золотой грааль и ключ для любого человека который не использует допинг для всего и для набора и для сушки для поддержать слушайте наверное задать какой-то еще вопрос да уже будет времени наверное в обрез потому что нам остается четыре минуты что поскольку наш любимый instagram всего сутки будет держать вы абсолютно были правы мы у себя на каналах на ютюбе разместим это видео которое будет доступно посмотрим как мы сколлаборируемся как мы зальемся завтра послезавтра видео будет доступно и у вас и у нас и я думаю что в описаниях мы друг у друга поставляем если ваши ребята которые вас смотрят они могут найти все мои контакты как меня обязательно мы об этом мы об этом позаботимся и мои посты последний да на последние фотки на предпоследний тоже ваши все контакты ребята могут найти где канал и группы все все контакты все есть ну алексей вот тут спрашивают быть ли второй части придешь гости еще раз или мы тебе мы к тебе понимаете я обожаю лайк формат и для меня общение вот такое двухстороннее приносит массу позитивных эмоций массу очень круто давайте мы будем планировать и ребят будем держать курсе нашими анонсами спам анонсами но что уж делать спамим и анонсируем сто процентов 2 и 3 будут у нас серии нашего коллаборации проекта а вот чудесная чудесный вопрос после комплимента дорогой алексей вы лучший но в чем смысл таких эфиров позволь алексей я возьму на себя смелость ответить дорогой алексей запятая вы лучший восклицательный знают запятая но в чем смысл таких эфиров я позволю предположить что смысл в этих эфиров в нестандартных вопросах и отсутствие сценария в этом весь прикол живого общения вот эти два дурня и вот это целая куча людей которые нас смотрят задают такие комбинации вопросов которые ставят алексея в очень сложные ситуации из которых он блестящим образом выкручивается и от этого этого фан в этом весь смысл разве нет и вы знаете для меня сколько у нас секунд осталось одна минута для меня процесс ответа живую на максимальное количество вопросов приносит массу удовольствия потому что я стараюсь максимальному количеству людей донести правду и рассказать что можно быть здоровым атлетичным и полноценным человеком и спорт иметь свои жизни регулярно вот эти прямые эфиры наш с вами способ делиться с людьми информации максимально точно так тогда давайте сделаем так мы с ребятами попрощаемся скажем всем спасибо с алексеем мы обсудим далеко не уходи так что ребят уже 20 секунд до конца эфира спасибо что вы были с нами что вы да большое спасибо за ваше время за ваши вопросы будем рады вас видеть следующей трансляции до новых встреч ребята я вас поздравляю вы наконец-то осилили вы осилили этот часовой live это окончание серии номер два нашей live трансляции коллаборации друзья мои сейчас выскочила кнопка пожалуйста сейчас меня блин снова переедут пожалуйста нажимайте на кнопочку подписывайтесь на канал и обязательно смотрите предыдущее видео друзья всем большое спасибо пока пока